ну что ж добрый вечер итак мы начинаем сегодня 7 марта и в эфире 57 я сверилась занятия проекта за победу украины как всегда как уже это мне напомнил фейсбук два года ровно начала этот проект 6 марта два года назад занятия бесплатные мой канал на ю тубе не монетизируется все о чем я вас прошу помогите украине победить как всегда в описании под этим видео будут ссылки на проверенные благотворительные организации начиная с фонда повернис живым это украинский фонд помощи сбройным силам украины туда можно перевести деньги если вы хотите сделать мне вдвойне приятно помогите еще и израилю враг и украины израиля один и тот же я не устаю это повторять последующие советского союза вы кормуши кгб чк как хотите назовите эту чертову организацию но она продолжает творить назвать это гадости это очень сильно преуменьшить в общем очень вас прошу особенно если вы смотрите это в записи в описании под этим видео есть достаточно способов помочь украине если хотите и израилю победить фактически в войне людей против нечеловеческого образа правления нечеловеческого образа жизни а сегодня мы будем говорить о том как люди вот со стороны этого самого нечеловеческого образа жизни и правления как они вообще соглашаются с этим сотрудничать мы будем говорить о радикализации сегодня извините Опять без слайдов, я тупо не успеваю с вами сегодня. Я, бардак у меня за спиной в моем же кабинете и моя некоторая простуда. Но хриплый голос мой приличествует песня. Итак, что такое радикализация? Это постепенное поощрение к развитию крайних взглядов или убеждений, поддерживающих, согласно оригинальному определению террористические группы и их деятельность. Есть такие этапы, как прирадикализация, самоидентификация, вот об этом мы сегодня будем особенно много говорить, идеологическая обработка и так называемая джихадизация. Это все по исследованию 2007 года New York Police Department. Второй вариант, как описал это Сейджман, это чувство морального возмущения, специфическая интерпретация мира, резонанс с личными переживаниями, мобилизация через сети. Это всегда личные изменения, усиленные внешними обстоятельствами и затем социализация с единомышленниками. Об этом мы говорили с вами на 24 занятии, то есть это как минимум год назад, скорее всего полтора. Можно посмотреть по оглавлению, когда точно это было. Но сегодня мы будем говорить немножко о другой грани этого же процесса. Ну, во-первых, потому что большая часть исследований на тему радикализации, она о радикализации в исламе, по понятным причинам. Наибольшее количество чисто по статистике насильственных преступлений и терактов, направленных именно против людей, это исламизм. Тут меня можно заканцелить, наверное, пока никто не пробовал, не то чтобы я вскрывала вот эти статистические данные. Но это правда, ничего не поделаешь. Но дело в том, что, и опять же об этом мы с вами говорили на одном из предыдущих занятий, радикализация – это не прерогатива исламизма, это вообще не прерогатива религии. Мы с вами говорили о том, что культы, в том числе деструктивные культы, они… культы пока маленькие. Ну, или хотя бы относительно маленькие, в конце концов. Десятки тысяч последователей какого-нибудь деструктивного культа – это не то чтобы мало. Но мы знаем, некоторые даже в комнате, некоторые, к сожалению, ощущают на собственной шкуре, сейчас дофига деструктивных культов в масштабах государства. Просто обычно к ним не применяют определение деструктивных культов, но это ничего не меняет. В стране, где запрещены ведьмы, ведьмы на самом деле у власти. Я немножко перефразирую, прочитаю. Так вот, у нас очень похожая ситуация. Так что радикализация, и это очень важно, и мы к этому будем сегодня возвращаться, это не обязательно по религиозным причинам. Радикализация может быть по причинам идеологическим. И когда мы говорим о радикализации, мы обычно вспоминаем еще и такое замечательное слово «экстремизм». Я понимаю, что в наши дни радикализация, экстремизм и еще несколько таких вот красивых слов – это как во времена написания «Собачьего сердца» контрреволюция. Черт знает, что это слово обозначает. Поэтому я, собственно, начинаю с определений. Определение радикализации мы дали, теперь экстремизм. Это крайняя степень, в буквальном смысле крайняя степень, крайние значения. Экстремальное удовольствие, экстремальное разрушение. А если мы говорим специфически о психологии, в конце концов, я психолог-криминалист, о чем еще мы пришли сюда все поговорить, то экстремизм – это противоположность умеренности, moderation. Гармонической удовлетворенности, если мы говорим об умеренности, в мотивационном балансе. Это когда наши желания совпадают с нашими возможностями, наши биологические нужды с психологическими. И вот тут мы подходим к очень интересной психологической, человеческой нужде, необходимости. Ну, я имею в виду, никто не сомневается, что любовь, семья и так далее – это психологические нужды. А еще есть одна, про которую далеко не всегда вспоминают, хотя она на самом деле такая же базовая – нужда в самореализации. Это я, Господи. Господи, ты слышишь, это я, Маргарет. Так вот, проблемы с экстремизмом начинаются с точки зрения психологии, когда у нас наступает вот эта самая противоположность, когда у нас экстремальные желания. Самый простой вариант, и обычно все-таки не ведущий к преступлениям, тем более терроризм, и тем более войны – это чувство голода. Если мы просто хотим есть, но вот пришло время, мы еще в состоянии сделать разумный выбор. Ну, те, кто худеет, там, выберут какую-то здоровую еду или посчитают калорий. Те, кто не хочет или не нуждается в похудении, выберут, не торопясь, то, что им хочется съесть ровно столько, сколько они хотят. Но вот когда мы всерьез голодны до экстремального уровня, глазах, мне кажется, хотел бы все он съесть. Мы именно это и попытаемся сделать. Кстати, именно поэтому часть больших супермаркетов устраивает у себя заодно и кафе. Ну, потому что это, казалось бы, противоположное желание. Если человек поест, он у нас купит меньше. Если он поест у нас, это работает. И вот тут, вот с этого момента экстремальные нужды, экстремальные желания, в данном случае, если речь о голоде, чувстве голода биологически, но ведь они же могут быть психологически. Вот тут мы подбираемся к идее, почему кто-то в здравом уме и трезвой памяти идет и убивает за идею. И очень важно, я понимаю, что в это тяжело поверить, и по естественным вполне причинам нам очень не хочется думать, что убийцы, сволочи и так далее такие же, как мы. Но ничего не поделаешь, они действительно во многом похожи. Они действительно в здравом уме и трезвой памяти. Мы говорили о нескольких мифах на 24 занятии, опять же, откуда берутся террористы. Я сейчас просто напомню, в конце концов, полтора года назад. Иссория о том, что они берутся, потому что у них вот такая жизнь тяжелая, лишения и прочее, это неправда. Это очень любят продавать, но это вранье. Типичные террористы той же Аль-Каиды в совсем неизбедных слоев населения и сообразования. То, что продавали, например, в сериале «Наркус», хороший сериал, действительно очень хороший, мне он очень нравится, замечательно сыгранный, что Эскобар был из бедной семьи, это тоже вранье. Эскобар не был из бедной или необразованной семьи. То, что он выбрал стать бийцей, палачом, наркоторговцем и вообще редкой сволочью, и, кстати, растлителем малолетних заодно, этого тоже в сериале они предпочли это не упоминать. Это был его добровольный выбор. Его отец был зажиточным фермером, его мама была школьной учительницей. По тем временам и той стране это очень недурно устроившийся средний класс. И жили они, как этот самый средний класс. Они не психически больны, они не наркоманы, нет никаких подтверждений тому, что они психически нездоровы. И это даже если речь идёт о террористах-смертниках, например. Все исследования по террористам-смертникам показали, они крайне редко психически нездоровы. И по некоторым данным, психически нездоровых и нестабильных на самом деле отсеивают, собственно, в этих организациях абсолютно самостоятельно. Так как, почему? Почему человек идёт, убивает за идею, умирает за идею? Нафига? И вот тут мы упираемся в ту самую психологическую необходимость, которая нам нужна в тот момент, который нам нужен так же, как любовь, принятие, самореализация. Практически всегда идеологии радикальные или то, что к ним ведёт, это же тоже процесс, обращаются именно вот к этому моменту самореализации, к тому, что составляет основу жизни людей. К священным коровам, если угодно. Честь, долг, никто не зовёт убивать просто потому, что это весело. Хотя тоже может сработать при определённых условиях, но обычно это уже следующий этап. Начинается с того, что это правильно. Это дело долгое, это дело честие. Если век скажет «Солги, солги», если век скажет «Убей, убей». Я не помню, чьи это стихи, но это какой-то из коммунистических поэтов, он был серьёзен, как кирпич. Круглянский, Белангер и Гуна... Извините, я подглядываю фамилию, потому что я боюсь перепутать. Гунаратно. Было бы очень неловко переврать фамилию, особенно если учесть, что мою довольно регулярно в цитатах перевирают. Говорили о трёх «Н» радикализации. «Н» они на английском, на русском этот момент не сработает. Просто на английском они «need narrative and network». То бишь необходимость, нарратив, но вот «network» не получается, потому что «network» — это социальные связи. То есть это два «Н» и два «С» радикализации. Мы будем сегодня о них говорить очень подробно, но прежде чем мы начнём, я хочу подчеркнуть то, о чём я, собственно, к чему я вела всё это 15-минутное вступление. Как свидетельствуют некоторые исследовательские работы, как утверждал ещё Хоннад, это философ, публикация, по-моему, 95-го года, борьба за признание, за самореализацию. О, извините, сбила собственный микрофон, не имела в виду. За признание, за статус — это подспудная мотивация всех конфликтов. Возможно, вы помните, как мы говорили о выживших в геностии и о том, как некоторые из них, к сожалению, не так многие, умудрились не просто выжить, но и сохранить себя. И я ссылалась тогда на исследование Виктора Франкла, исследование, созданное в концентрационном лагере, куда он был заключён как еврей, где он умудрялся ещё и работать как психиатр и психотерапевт. И вот он выжил, и уже после войны, естественно, он опубликовал это исследование «Человек в поисках смысла». Он говорил о том, что при обретении смысла шансы выжить увеличиваются. То есть понятно, что если тебя застрелят, там у моря голодом запытают, это не особо поможет. Но при прочих равных, даже в самых страшных условиях, человек будет искать смысл, и для него это способ выживания. Беда в том, что как любой механизм, который помогает нам выживать, он же помогает нам убивать. Или нас убивать. Зависит от ситуации. Чтобы человек оказался в поисках смысла и признания, совсем не нужен концентрационный лагерь. Можно создать такую необходимость на ровном месте. Для нас это естественный процесс. Мы ищем самореализацию. Мы хотим, чтобы нас заметили. Это я, Господи. Круглянский и Белангер и Гонаратна говорят о том, это свежее исследование 2019 года, изданное в Оксфорде, говорят о том, что активация вот этого квеста, агрессивная активация, идет по трём стандартным сценариям. И это потеря значимости, унижение, депривация, угроза потери значимости, пробишь, ещё ничего не случилось, но если вы хотите этого избежать, в общем, надо делать, что прикажут. Например. И квест о приобретении статуса – это ультимативная цель, ультимативная мотивация. Как это работает? Ну, если говорить о привитии такого квеста на индивидуальном уровне, то когда мы говорим о потере значимости, унижении, депривации, и, соответственно, что-то надо сделать, чтобы эту значимость приобрести обратно, то вот замечательный пример – это всяческие болезненки, которые совершают теракты, чтобы исправиться. Например, вот эта тётка, которую выпустили недавно по обмену на наших заложников, она была изуродована в результате пожара. В израильской больнице её лечили, но отказались делать ей бесплатно пластическую операцию. Она... стала незавидной невестой и хотела приобрести статус по-новой, поэтому она решила совершить теракт. Это такой способ. Неудачный развод. Просто в семье не любят по каким-то причинам, а тут, если мы говорим о болезненках, например, то иди убей евреев, и тебя полюбят снова, тебе дадут статус повыше, тебя, может, даже замуж выдадут. Это если мы говорим о личном уровне. Если мы говорим о более глобальной ситуации, то вспоминаем, опять же, то, о чём мы говорили на одном из предыдущих занятий. Реваншизм. Когда у нас украли победу, например, это, кстати, то, к чему очень любят оперировать расистские пропагандисты. Американцы пытаются у нас украсть победу, пытаются украсть статус. Американцы создали однополярный мир, поэтому мы потеряли значимость, но мы сейчас её приобретим, убивая. Это может сработать не только на глобальном уровне государственной пропаганды, но и на более точечно направленном. Апелляция к заключённым в российских тюрьмах. Им так и продают. Вы идёте на войну. Вы сейчас, никто. Вы сейчас. Русские тюрьмы устроены так, что... В общем... Ну, я не могу сказать, что они совсем как концлагерь, но такое ощущение, что они к этому стремятся. Вы сейчас никто и звать никак, но если вы пойдёте убивать в Украину, то вы приобретёте статус, вы потеряли значимость, вы были унижены, вы в состоянии деприваться, у вас есть шанс из этого выйти. И более того, они подкрепляют это в результате... Я не знаю, насколько они это нарочно делают, а насколько это само случайно получается. Честно говоря, это настолько хорошо для них работает, что я бы предположила, что они это делают нарочно, но я не верю, что они настолько умны. Я имею в виду все эти посыпавшиеся в последнее время новости о том, как очередного вернувшегося... Как они это называют? Свойны в Украине. Мерзавца оправдали за совершение тяжкого преступления. Вот буквально сегодня было две таких новости. Один из них избил очень серьёзно бывшую жену на глазах у детей. Второй избил школьника. Тоже очень серьёзно на глазах у других учеников. И им ничего не было, потому что они предъявили статус участника вот этой самой войны. Это, естественно, протекает новости. У нормальных людей это вызывает возмущение, но я представляю себе, как это читают люди с уже готовым подготовленным идеологическим вывертом. Мы-то читаем это вне системы, они читают это внутри системы. С их точки зрения, да, вот обещание работает. Нам обещали, что те, кто сделает, как сказано, больше не будут унижены. И, честно говоря, я повторюсь, я не знаю, насколько они нарочно это делают, но меня пугает то, что нарочно или случайно оно срабатывает. А в масштабах такой огромной страны это, в общем, то же самое, что делают балестинцы с платой за убийство евреев, с повышением статуса, с подчёркиванием этого статуса постоянной. Ну, в общем, балестинская автономия, она сравнительно небольшая. Россия – это огромная страна. Как же это всё потом дерадикализовывать? Возвращаясь к активациям квеста «Человек в поисках смысла и признания». Второй вариант – угроза потери значимости, и чтобы этого избежать, надо. Хороший пример этого – месть. Например, опять же, берём палестинцев. Палестинская террористка, которая совершила теракт в ресторане «Максима». Это было середина 2000-х, по-моему, я сейчас точно дату не скажу. Её жених и брат погибли в перестрелке с Цахалом, как вы понимаете, не инициированные Цахалом. Но вот так она типа показала, что они погибли не зря, потому что они уже мертвы. А это типа доказывает, что угроза потери значимости семье не грозит. И ей не грозит. До этого она могла быть только сестрой и невестой, даже не состоявшейся женой. героев джихад, а так она уже и сама героиня. Ну и третий вариант приобретения статуса как ультимативная цель – это, возвращаясь расисты, например, с их противостоим однополярному миру. Это можно рассматривать и так. Слишком долго мир был однополярным, мы будем новым полюсом. гигантская сверхдержава, которая со всеми воюет. Я понимаю, что с нашей точки зрения, поскольку мы находимся вне этого пузыря, это звучит, извините, пиздец, нелогично, но мы сейчас говорим о внутренней логике, а не о том, как она прослеживается извне. Более того, это, к сожалению, и по всей видимости, осёдланные, используемые – что ж со мной такое сегодня, всё время микрофон роняют – и используемые в целях пропаганды, как всегда, естественные процессы. Дело в том, что вот эти вот эта активация трёх вариантов квеста в поисках смысла, она работает не только с политически и религиозно мотивированными преступниками. Количество преступников, натворивших нечто, зачастую, кстати, именно тяжкие преступления, в результате видимой угрозы статусу не обязательно реальной. Что-то, что они сами оценили как угрозу, более-менее бесконечно. У меня в данных, которые я использовала для докторской, один из участников, по-моему, английской части сэмпла, британской, рассказывал о преступлении, которое он совершил. Совершил он убийство. Причём убийство с этих чающими. Именно это он и описывал. Фактически он убил человека, потому что на какой-то вечеринке ему показалось, что этот человек неуважительно отозвался о девушке его знакомого. При этом и знакомая, и девушка были там же, и они не расценили это как угрозу статуса. Он расценил, он, как он описывает, решил вступиться и не убил. Причём убивал он очень жестоко, убийство длилось несколько часов. Это к вопросу о том, насколько для них реально то, что нам кажется, повторюсь, пиздец, каким нелогичным. И вот этот, кстати, последний мотив приобретения статуса как ультимативная цель, наверное, для меня лично это не подтверждено данными, это моё личное восприятие. Один из самых страшных, он прекрасно встраивается в пропаганду для детей. Особенно при постоянном подкреплении вот этого приобретения статуса, единственной зачастую возможности приобретения статуса, приобретения уважения, как этот герой мультфильма я хочу, чтобы уважали, все хотят, к сожалению. это постоянно подкрепляется в учебной программе и не только в ней. Ещё и в новостных поводах, опять же, вот это сегодняшняя новость про очередное оправдание ЧВКшника, совершившего чашкое преступление. Эти новости в последнее время пошли очень часто, и дело не только в том, что, как я предсказывала ещё фактически два года назад, что как только у них, я имею в виду, рашистов пойдёт народ на ротацию или будет списан, у них уровень преступности взлетит настолько вверх, что столь ругаемые ими 90-е покажутся им за счастье неимоверное. Награды тоже помогают и весьма. Элиты уже потому, что согласились соучаствовать в преступлении. Возможно, ещё никого не убили, но он уже подписывается, он уже поддерживает. Это такой способ прикоснуться вот к этим избранным, чей статус уже повысили. Возможность повысить свой статус просто через родство с героем. Это они, кстати, тоже очень любят подчёркивать в своей пропаганде. И я понимаю, что нас ужасает то, что время от времени протекает в новости, как, например, жёны русских мобилизованных обсуждают, как лучше получить выплаты за мужа и сколько можно получить и как ещё, что ещё можно сделать на этом статусе. Но, повторюсь, для них-то это такой квест сама она пойти воевать не может. И более того, там уже не первое десятилетие подчёркивают, что курица не птица, женщина не человек. А тут вот через замужество она повышает статус, получает признание. Конечно, одной мотивации недостаточно. Вот только идеи квест за обретение статуса я ищу смысл, я ищу признание, я хочу, чтобы уважали. Повторюсь, это естественная штука. Мы все хотим, чтобы уважали, мы все хотим признание, мы все хотим какого-то статуса. За редким-редким исключением. Нужна идеология и нужен нарратив, который направляет действие и особенно агрессию в нужное русло. Людям нужны истории больше даже, чем хлеб. Потому что истории говорят нам, как жить и зачем. А теперь представим себе, что истории говорят, что жить надо убивая и убивая во имя своей великой страны. И чтобы Америка не была единственным властелином мира. Причем это тоже базовая вещь. Хиггинс еще писал, что люди демонстрируют свою эффективность и силу простейшим способом, причиняя боль другим. вопрос, это поощряется. То, что наиболее естественное, наименее всего приличествует человеку. когда активизируется квест мы ищем статус самореализации, мы ищем собственную значимость, все упирается в то, насколько у нас в обществе про- или антисоциальная идеология, насколько у нас про- или антисоциальная, если угодно, система образования, насколько и то, и другое допускает, оправдывает и предписывает насилие. И тут и что касается российского общества и что касается арабского общества, они себя называют палестинцами, но они арабы, у меня плохие новости. Потому что и там, и там насилие не просто допускается и оправдывается, оно зачастую предписывается. И за этим предписанием стоят десятилетия. Дело не в том, что теперешнее российское правительство или Хамасу власти в Газе предписывает насилие. Дело в том, что они положили вот это на старые дрожжи, которые работали ровно так же. И добавим к этому еще один неприятный момент. Вот то самое третье в английском это N, в русском это будет 2S, network, социальные связи. Социальные связи это третий кит, на котором стоит процесс радикализации и обращение к экстремизму. Критическое мышление, на которое зачастую ссылаются, когда говорят, ну, вот это единственный способ противостоять радикализации, к сожалению, нет, это вообще не способ. Это очень полезный инструмент. Я была бы отвратительным преподавателем, если бы я, например, студентов своих этому не обучала, но это только инструмент. Его можно применять, как попало, или не применять вообще. А весь вопрос в том, захотят ли его применять, если в каком русле. Один из моментов, который меня как это назовем это словом тревожил, когда речь шла о российском социуме, был, что еще до войны я заметила такой неприятный момент. У них очень странно переориентировано было вот это самое критическое мышление. Грубо говоря, оно в основном было направлено на то, чтобы подтверждать простую мысль. Да, в общем, все плохие. Это даже не все так однозначно, а добра нет, зла нет, ну вот оно как-то вот все такое серенькое. Нет никакой борьбы между Ланцелотом и Драконом. Они просто тянут в разные стороны, но они и Ланцелот не так однозначен, и Дракон не так однозначен, и как на одной из российских очень в свое время, еще до войны, опять же, модных ролевых игр, внезапно оказалось, что нацисты, то ли охраняющий концлагерь, то ли охраняющий гетто, там уже непринципиально, это на самом деле такие ангелы, которые ведут души заключенных к совершенству и раю. Застрелиться и не жить. И вот пример. Не то, чтобы у тех, кто нес этот бред, не было критического мышления. Просто повторюсь, его можно применять как попало или не применять вообще. А будут ли его применять и будут его применять правильно, зависит, к сожалению, от вот этих трех Н и как они работают. И третье Н – это социальные связи. Например, семья и друзья. Очень интересно, кстати, что, например, в Саудовской Аравии семья – это основа одной из их программ дерадикализации. Казалось бы, но, насколько я понимаю, программа у них есть, работает не идеально, но неплохо. Согласно этой программе семьи лично отвечают за своих дерадикализованных, за тех, кто был пойман на преступлениях, связанных с радикальными взглядами. Семьи отвечают за то, чтобы не было рецидива. подозреваю, что там система кнутоперенник, но подробности я, к сожалению, еще не успела узнать. Конечно, это не one size fits all. Кто-то более социально зависим, кто-то менее. Кому-то важнее статус, признанный окружающими, кто-то больше зависит от того, как вот эти самые социальные связи признают статус, и он укладывает это в свой нарратив, кто-то наоборот вполне способен вариться сам. Но когда у нас речь о больших группах, а уж тем более о государствах или квази-государствах, кому-то, кто претендует на статус государства, то срабатывает, во-первых, закон больших чисел, а во-вторых, закон постепенного смещения нормы. Если 20 лет назад, не знаю, было нормально чуть-чуть ниже уровня обычного европейского гуманизма, то постепенно эту планку опускали все ниже, 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 пока она не жухнула в отрицательные значения. Очень способствует этому контроль над системой образования. Вырастает новое поколение, для которого норма то, чему научили. А научили жестокости, а научили тому, если мы говорим о палестинцах, что евреи не люди, если мы говорим о расистах, что украинцы не люди. Ну и добавим момент, что потеря значимости, она для каждого личная. Но применимо может быть и к обществу. Если мы возьмем общество без толковых социальных лифтов, тогда социальный лифт фактически оставляют один соучастие в системе, фактически в террористической организации. Просто то, что у нее статус государственного учреждения ничего не меняет. То в какой-то момент люди начнут соглашаться. Особенно это, кстати, хорошо ложится и на... возвращаясь к теме, что нужна идеология и нужен нарратив. Так вот, берем простой нарратив, который, кстати, отмечается исследовавши, если я не ошибаюсь, советские и постсоветские времена социологи, что невозможно честным путем добиться хорошего зажиточного существования по определению. и это постоянно подчеркивалось в общем в более или менее всех нарративах. Всегда что-то есть. Не обманешь, не продашь. Добавим к этому коммунистическую идеологию, которая ровно об этом же во многом. и получается, что фактически выращена норма, подкрепленная нарративом, подкрепленная идеологией, подкрепленная пропагандой, что приобретение статуса через преступление это единственный вариант. И это хороший вариант, это естественный вариант. Ну, в общем, это одна из основных причин, почему я считаю, что лучшее, что может произойти с Россией в принципе, это, что она распадется на много-много маленьких государствочек, потому что тогда постепенно их можно будет переучить на такой большой объем. Боюсь, что просто ни у кого не хватит ни специалистов, ни финансирования. Если речь заходит о палестинцах, точнее об арабах, которые именуют себя палестинцами, тут все где-то более оптимистично, где-то менее более, потому что их все-таки слава богу меньше, а менее потому что их историю продали слишком хорошо. И тут проблема в том, что те, кто может это финансировать, должны осознать, что это необходимо финансировать. Дерагидикализацию их общества и преобразование их общества. не то, чтобы я предвидела нечто настолько хорошее в нашем ближайшем будущем, но я буду очень рада ошибиться. Я умудрилась уложиться по времени. Ура! И у меня даже осталось время для ваших вопросов. Задавайте. Пока вы, я надеюсь, их печатаете. А, мне подсказали, что тот, кого я цитировала, был Багрицкий. Ну, окей, Багрицкий. Я все, что я про него помню, что он написал «Смерть пионерки». И вот теперь оказывается еще и это. С психологической точки зрения это исследовать очень интересно, как поэт, он мне далмотусовская ошень. Примерно. Может быть, чуть получше качеством. Так вот, пока вы, я надеюсь, печатаете не только имена советских поэтов, советского поэта, имя советского поэта, которого я умудрилась процитировать, а еще и, возможно, вопросы, я сразу объявлю, что следующее занятие будет через две недели. Sorry, мне просто надо отлежаться. Как я уже сказала, сегодня с вами я, бардак у меня за спиной и моя довольно неприятная простуда. Надеюсь, это не было особенно заметно в эфире, но я предпочту его вообще в эфире. В эфир не выводить. Это Дэсберг, если он, конечно, Дэсберг. Но через две недели это у нас будет 21 число в 6.30 у нас опять будет занятие, как всегда. Думаю, что оно будет про преступления белых воротничков. Если только я не найду еще какую-нибудь интересную тему, которую я смогу разработать до того времени. Так, у меня есть несколько вариантов в запасе, как всегда. Так, ну, я вижу, что вопросов нет, есть. Спасибо. Вам спасибо. Приходите еще. Хай, живи, Украина. А мы с вами Эль-Хай. Помогите, пожалуйста, и Украине, и Израилю победить. Да и, в общем-то, от этой победы зависит наше выживание. Как всегда, ссылки в описании под этим видео. И до встречи 21 числа. Счастливо! Счастливо!